Еще раз всем привет! Я Кирилл Самсунгов, поэтому вы тоже можете так ко мне обращаться. Если Кирилл Чивилин вас еще не заинтересовал, я, может быть, повторю основные пункты и еще раз мы разберем основные моменты, чтобы у вас просто не было сомнения, что это номер один платформа из тех, которые сейчас развиваются, которые нужно пристально смотреть, включать и так далее. Первое, это, можно сказать, моя следующая операционная HTML5-система. Почему? Потому что здесь веб-технологии поставлены на первое место. Это, как говорил Кирилл Чивилин, движок WebKit, JavaScript движок V8, то есть работает все самые современные движки и так далее. Поэтому, если вы умеете делать с веб-сайты, вы сможете зарабатывать по тайзу. Тайзен не стал изобретать новые технологии, не стал завязывать технологии на какие-то профилитарные решения. Он связан с остальными библиотеками. Любую библиотеку, которая доступна в Web, то любая JavaScript, библиотека, которая работает на JavaScript, 4.0.5, CSS и так далее, она будет в большой разнице работать и в тайзинге. Любой стандарт, который отрабатывает консорциум и почти весь степик 7.5 поддерживается тайзингом. Кирилл Чивилин уже об этом говорил, и об этом нам говорит тест. Очки, которые уже говорили. 4.72 очка – это номер один из раздела Development. Самый ближайший, Кирилл вам не говорил, ближайший – это BlackBerry. Новые устройства, которые вышли, они отстают буквально на несколько очков. Но, тем не менее, как-то факт остается фактом. Стандарты, которые разработаны консорциумом в виде стека 7.5, они не покрывают все необходимые вещи для девайсов. Например, там реализовано взаимодействие с Bluetooth, с контактной книгой и так далее. Все это, все эти моменты покрываются в виде стека девайса API, который также доступен в Тайсоне. И он доступен как в веб-части, так и в Net. Любому разработчику легко включится. Вы уже, в принципе, это, наверное, на себе официли. То есть, вы уже загрузились, поставили и все готово. Используются стандартные IDE и Clips, которые нам всем знакомы. Может быть, многие не нравятся, его тормознутость и так далее. Но, есть большой набор инструментов для работы в консоли. То есть, вы практически вообще можете запускать Eclipse. Разрабатывать в любимом вашем IDE редакторе. Хоть тут будет Glimny, Max и что угодно. Потом запускать в команде консоль build и у вас будет приложение. Также можно разрабатывать вообще в браузере. Если мы касаемся про браузера. Легко получить помощь, потому что есть мы с Кириллом. Это в России. Есть форум на Tizen.org. Есть группы комьюнити. Поэтому, пусть уверены, что вы не останетесь одни с этой большой, гигантской, непонятной технологией. Как на первых лет, можно показаться. Помнишь всегда и есть. Ну и, соответственно, можно участвовать в проекте. Но тут я оговорюсь с небольшой оговоркой. Дело в том, что, если это не откровенно, то не все абсолютно открытое. Так понятно, что любой вендор, который производит свое операционное программное обеспечение и поставляет это в виде устройства, у него есть всегда свой слой популяторный. Это связано, в первую очередь, с безопасностью. Чтобы магазин-приложение был в безопасности, он не поставляется безусловно тогда. Потом вещи, которые связаны с операторами связи. Они тоже используются в каких-то популяторных закрытых модулях. Но все, что остается сверху, это ядро Linux 3.0, который совместимо и очень... По-моему, даже один в один используется, тот, который работает в андроиде. Верхние уровни, они тоже все открыты. Также отдельный проект, самый открытый, который сейчас доступен, уже можно скачивать и участвовать. Это Dyson IVI. Если вы зайдете на source.dyson.org, вы увидите, что там используется система GeVit, GeVit. Можно все выключить, посмотреть, свои патчи и присылать, и так далее. Как уже было сказано, это не только для LB, это для всего что угодно. Уже была информация, что Samsung планирует в 2014 году выпустить серию телевизоров на Dyson. Подробности, я думаю, вы увидите в новостях. Так что следите. Все очень бурно развивается. И, как уже было сказано, что Dyson это не только для LB. Если вы разрабатывали, к примеру, платформу ПАД, то вы уже знаете, что Samsung закрыл эту программу. Но это не означает, что эти разработчики выброшены и им уделено внимание. А плюс, весь тег API BADA, он совместим с Dyson. Есть даже инструмент по портированию. То есть, если у вас есть рабочее приложение под BADA, вы его спокойно можете конвертировать и запустить в Dyson. И также разрабатывается изначально на C++. Он немножко облегченный. То 2D работы примерно представляется, что это такое. Но, тем не менее, это большой плюс. И плюс один к моим тегисам, это то, что сейчас нет приложения в магазине. Даже он пока еще не открылся. Но сертификационная команда уже работает. Вы можете присылать туда свои приложения. Они будут проверены и одобрены. И как только магазин откроется, они сразу появятся. И вы будете номер один в этом магазине. То есть, данный факт – это возможность для вас выделиться на большом многообразии приложений. Кто, может быть, уже разрабатывал для других платформ, знайте, что сейчас огромное количество приложений и выделиться среди них просто невозможно. Потому что у них большие бюджеты. Уже все друг друга повторили и так далее. Поэтому это для вас большая возможность. Самый главный сайт – адрес для разработчиков. в режим магазин. И если какие-то у вас есть вопросы по поддержке или вообще вам просто хочется пообщаться, присылайте. Это команда Evo Team Samsung. Успешите. Я думаю, с вами еще раз увидимся. Спасибо.